Мэнчики и вумчики, я вас безусловно приветствую! Вот уже три дня прошло, как я заказал Samsung S10 с Pandao надежного продавца за 34 тысячи рублей. Постоянные подписчики моего канала знают об этом. И кто не хочет пропускать скидки на Pandao, кто хочет покупать, да я никогда не призывал, но кто хочет, тот никогда не выпускает, потому что я всегда оповещаю о скидках. В этом видео я хочу ответить на вопрос, который задал мне один из моих подписчиков в донате. Стоит ли все-таки покупать на Pandao? Сейчас, да, сейчас вот начало июня, будет конец мая 2019 года. Я думаю, я хочу ответить 100%. Если раньше я не мог ответить на 100%, стоит ли покупать на Pandao, то сейчас уже спустя огромный опыт, спустя моих более 60 видео о Pandao, я могу ответить на этот вопрос. Смотрите дальше, если вам он важен. Что ж, дело в том, что я и разоблачал Pandao, и хвалил Pandao, когда они заслуживали, и тыкал их в то, как они нарушают свои правила. Разбирал, как они обманули, да, можно сказать, ввели в заблуждение одного из моих подписчиков. Все на моем канале в рубрике «Панданутый донате». Представляете, более 60 видео я и заказывал туда, и получал посылки, и не получал. Что только не приключалось со мной. По этой теме с Pandao. 5 месяцев, да, то есть я занимаюсь этой темой. И сейчас, вот на данный день, я знаю точно, лично для себя, что я, допустим, там буду покупать. Почему, если интересует вопрос, сейчас отвечу. Ну, дело в том, что я раньше предполагал вообще, что это пирамида. И я думаю, это вообще обоснованно предполагал. Я аргументировал свои догадки, но, как оказалось, спустя время, это, скорее всего, наверное, не знаю, за кого можно вручаться. Скорее всего, это не пирамида, да, как показывает практика и опыт наш с вами. То есть были тысячи людей, которым там что-то не пришло, но в итоге всем все пришло, или деньги вернули обратно. Но это никак не умаляет того факта, что там самая отвратительная поддержка была. Все споры велись просто даже у людей по 3-4 месяца. Сама поддержка вставала, арбитраж на спорах, на сторону продавца чаще всего. И много чего еще. Они нарушали свои же личные правила, хотя ими тыкали своим покупателям. Сроках о спорах у них не было. То есть ждите, ждите хоть 10 лет, да. Хотя сроки о спорах были, то есть это написано в их правилах. Они нарушали и врали то, что у них нет никаких сроков. То есть минусов на этой площадке очень много. И я сейчас ни в коем случае не подумайте даже ни разу, уже понятно. Я не призываю там покупать, а просто отвечаю на вопрос людей, которые открыты для покупок на Пандау. Вот именно для таких людей, которые прям настроены очень негативно к ним, да. То есть я был и негативно настроен, и позитивно. Сейчас вообще нейтрально. И позитивно, и негативно я могу туда-туда вот так вот смотреть. В зависимости, что они заслуживают. Сейчас я смотрю, более-менее они чуть-чуть стали лучше. То есть поддержку я им пишу, они вроде и быстро отвечают, и консультируют. И не врут о сроках, по крайней мере. Я с трех аккаунтов проверял. Многим может быть и врут, я не знаю, в зависимости от консультанта. И в целом вроде бы не пирамида, а что еще, как говорится, надо. То есть, да, если ты, дружище, хочешь покупать в два раза дешевле, и чтобы не рисковать, но такого не бывает. То есть, ты либо рискуешь, либо идешь, покупаешь за полную стоимость, за фулл прайс, в каком-нибудь не реклама, DNS, M-Video, Eldorado. Без риска не бывает никаких дешевых покупок. Это интернет, и так вообще все время как человечество существует. Если ты не хочешь рисковать, боишься, что кинут, кинут. Конечно, не покупай на Pandao ни в коем случае вообще. Если вы, хотя бы частично согласны с моим мнением, то поддержите это видео лайком. Напишите в комментариях, что вы думаете сами на этот счет. Поделитесь своим опытом. Если не хотите пропускать новые видео, то подпишитесь на канал. Ну, а мы с вами, мэнчики и вынчики, как всегда будем оставаться безусловно на связи.